Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника математика 6 класс, автора Мерзляк Полонский и Кир, под номером 43. Нам предлагается 7 утверждений и нам нужно выбрать, какие из них верные, а какие нет. Итак, под цифрой 1. Верно ли утверждение, что сумма двух четных чисел является четным числом? Мы знаем, что четные числа это те числа, которые делятся на 2. Поэтому мы вспомним с вами правило. Если каждая из слагаемых делится на какое-то число, то тогда и сумма этих слагаемых будет делиться на это же самое число. Поэтому если наши слагаемые делятся на 2, то и сумма будет делиться на 2. Поэтому это утверждение верно. По цифре 2 выясняем верность утверждения, что сумма двух нечетных чисел является нечетным числом. Это неверно. Если мы возьмем с вами 2 нечетных числа, ну, например, 23 и 37 и сложим их, то мы получим с вами четное число 60. Наоборот, утверждение верным будет, если сумма двух нечетных чисел это четное число. Это будет верно. Итак, по цифре 3. Верно ли утверждение, что сумма четного и нечетного чисел является нечетным числом? Да, это верно. Если мы возьмем с вами одно число нечетное, ну, например, 27, а второе число четное, любое четное число, например, 4 и сложим их, мы получим с вами нечетное число 31. По цифре 4 верно ли, что если утверждение, что сумма двух чисел является четным числом, то и слагаемые это четные числа? Нет, это неверно. Потому что мы только что говорили с вами, что сумма нечетных чисел тоже является четным числом. По цифре 5. Верно ли, что произведение двух четных чисел является четным числом? Да, это верно. Если один из множителей четное число, то этот множитель делится на 2, то и все произведение будет делиться на 2. По цифре 6. Верно ли, что произведение двух нечетных чисел является нечетным числом? Да, это верно. Если ни один из множителей не делится на 2, то и произведение не будет делиться на 2. И последнее, седьмое. Верно ли, что произведение четного и нечетного чисел является нечетным числом? Нет, это неверно. Если один из множителей – четное число, то тогда и произведение – четное число. Ну, приведем пример, давайте. 28 умножить на 3. 28 – это четное число, его можно представить как 2 умножить на 14 и на 3. Это будет 2 умножить на 42. Счетное число. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. А также заходите в наши группы в соцсетях.